Юлий Цидербеум, партийный псевдоним Мартов. Вместе с Лениным создал нелегальную социал-демократическую организацию. Возглавлял союз после ареста Ленина. Дело о клевете Мартов против наркома Сталина разбиралось в революционном трибунале. Свидетелями проходили такие авторитеты партии, как давний противник Кобы Степан Шаумян. В Бакинском комитете еще не закрыли дело об обвинении Кобы в сотрудничестве с полицией и в выдаче членов РСДРП. Но свидетели так и не появились. Баку оккупирует английский экспедиционный корпус. Сталин получает приказ направить дивизию красноармейцев на спасение бакинской коммуны. Но Сталин отправляет дивизию совершенно в другом направлении. Степан Шаумян разделил участь 26 бакинских комиссаров. Его расстреляли по приговору английской военной миссии. А главный обвинитель Сталина Мартов спешно бежал в Германию. Главный идеолог партии больше никогда не занимался политикой. Осенью 1923-го Крупская прочитала мужу заметку из эмигрантской газеты о смерти бывшего соратника. Вождь пытался что-то сказать. Жить ему оставалось два месяца. Что хотел сказать умирающий Ленин, так и осталось загадкой. Парадоксальным образом, ограбление века в Тифлисе не принесло секретной коллегии трех ни копейки. Отчаявшись выйти на след налетчиков, российская полиция разослала во все мировые банки номера похищенных банкнот. Первые 500-рублевки всплыли во Франции и Англии. Полиция Скоттлунг-Ядда заинтересовалась известным нашим революционером Валахом Мейером, будущим Максимом Литвиновым, наркомом иностранных дел Советского Союза, и его женой, которые путешествовали и переезжали из Англии во Францию через Ла-Манш. Макс Балах. Партийный псевдоним и Максим Литвинов. Папаша Феликс. Осужден в 1901 году. Из тюрьмы бежал. Подозревается в контрабанде оружия и нелегальной литературы. После революции народный комиссар иностранных дел. Англичане не без оснований полагали, что они везут крупную сумму денег, и поэтому они их вели вплоть до порта Калея во Франции. Валах Мейер попытался поменять 500-рублевую купюру. Тут же был проверен список, был найден соответствующий номер банкноты, и Литвинов и его жена Фрида Ямпольска были тут же арестованы. При обыске полиция обнаруживает у Литвинова 6000 рублей из похищенных денег. Аресты прокатываются по всей Европе. В Женеве, Германии, Стокгольме и Париже. Полиции удастся выйти на одного из главных исполнителей, Симона Тарпетросяна, известного под псевдонимом Камо. Камо приезжает в Европу для закупки партии оружия на вырученные от ограбления деньги. Сделка назначена в Берлине. На квартире в Камо был произведен обыск, там было обнаружено большое количество оружия. Камо, по-моему, закупал Маузера для переправки их в Россию. Затем был найден чемодан с двойным дном, с нелегальной литературой и с взрывчаткой. В общем, хватило достаточно серьезных оснований для того, чтобы Камо арестовать. Камо был арестован. Тифлистское дело, казалось, наконец раскрыто. Большая часть денег найдена. Пойман – один из главных исполнителей. Но Камо так убедительно симулирует сумасшествие, что врачи признают его негодным для допросов. Окончательно в невменяемости убеждает страшный эксперимент. Камо симулирует прострацию даже во время пункции спинного мозга. Вместо выдачи российским властям арестованного переводят в тюремную больницу. Последнее, что угрожает организаторам ограбления – партийный суд. Руководство партии как раз заинтересовалось судьбой партийной кассы и созвало особое совещание. На этом же совещании меньшевики подняли такой очень интересный вопрос. О том, что те самые боевые организации, которые занимались экспроприациями, якобы фонд сбора средств для партии, они за последний год, значит, осталась неучтенной такая сумма, как 80 тысяч рублей. Куда пошли эти деньги, никому неизвестно. Никакой отчетности совершенно не было. Ленин знал, что оставшуюся часть соучастники операции хотят использовать для освобождения Камо. Но членов секретной коллегии трех связывает общая тайна – план по расколу партий. Поэтому Ленин обвиняет в растрате Красина и Богданова, зная, что те вынуждены молчать. Правда, опасно для них так же, как и для него. В итоге партийная касса переходит под контроль Ленина. Он не забыл о Кобе, человеке, который доказал, что готов выполнить любое задание. В лице Сталина Ленин нашел очень хорошего сотрудника в этом деле, человека, который знал Кавказ, который, в общем, мог руководить этими людьми. Он достаточно хорошо организовывал все это, проведение этих аксов. Всего через пять лет после Тифлийского ограбления Ленин возглавил партию. Первое, что он делает на новом посту, своим единоличным решением переводит Сталина в состав Центрального комитета. Гроза нефтяных магнатов и банкиров, державший в страхе полицию из-за кавказских бандитов, становится партийным функционером. Через десяток лет он получит абсолютную власть над огромной страной. До 15-16 года на политическом небосклоне Сталин не играл такой ведущей роли по сравнению с другими лидерами большевистской партии. И когда подошло дело к октябрю 17-го года, значит, роль Сталина стала возрастать, который стал включаться во все акции большевиков по подготовке к свержению Временного правительства. До триумфа Сталина никто из главных участников ограбления века не доживет. В 1922 году при загадочных обстоятельствах погибнет под колесами грузовика легендарный Комо. Леонида Красина после Октябрьской революции отправит полпредом в Лондон, где он вскоре умрет. Следом, после неудачного переливания крови, скончается последний член коллегии трех, Александр Богданов. Одни единые купюры из похищенных ассигнаций использовать так и не удалось. Когда стало ясно, что ни один банк в мире не согласится их разменять, Ленин и Крупская сожгли оставшиеся пятисотки в печке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...